я приветствую каждого зрителя который смотрит сейчас это видео на телеграм-канале xeon 1 меня зовут андрей мельников и на этом канале мы узнаем как зарегистрировать криптовалютный кошелек призм сама эта процедура очень простая и требует всего 2-3 минуты вашего времени однако я считаю что очень важным для вас сначала будет понять что такое кошелек призм что значит зарегистрировать кошелек призм и где этот кошелек находится ведь это непривычный нам физический кошелек в котором мы привыкли хранить купюры он не находится в нашем телефоне и это не какое-то скачанное приложение более того кошелек уже создан новенький ждет своего нового владельца то есть у вас он не один и он в системе давайте перейдем сейчас к доске для того чтобы наглядно своими глазами увидеть представить и понять что же такое и где находится кошелек призм предусловие криптовалюты это довольно таки новое явление это новая технология которая раньше у человечества никогда не было и процессы которые происходят внутри этой технологии они тоже новые и их тоже никогда раньше не было простому неподготовленному человеку разобраться в этих процессах и понять их не так то просто поэтому люди придумали и научились отождествлять эти новые процессы с уже привычными нами процессами и терминами так в криптовалютах появились такие термины как кошелек монеты балансы транзакции и так далее и тому подобное и мы на данном этапе тоже будем отождествлять для того чтобы познакомиться с этой технологией и начать ей пользоваться итак теперь давайте начнем это кошелек призм а это другие кошельки призм все они находятся в системе в системе из точно таких же кошельков они все одинаковые но у каждого из них есть свои индивидуальные реквизиты и эта система она намного точнее во много десятков сотен раз тысяч больше она огромная и глобальная огромным количеством кошельков а это ее уменьшенная модель и именно эту модель мы будем использовать в этом и последующих видео для того чтобы понять как и какие процессы происходят внутри этой системы так вот это глобальная система представляет из себя глобальную платежную сеть сеть в которой владельцы кошельков призм могут хранить в этих монеты призм и отправлять друг другу монеты призм напрямую от человека к человеку без посредников виде банков или каких-либо других третьих лиц любые суммы и на любое расстояние 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году без праздников и выходных никто не может запретить вам в этой сети отправлять монеты никто не может их конфисковать или арестовать нет возможности заблокировать ваш кошелек если вы хотите сделать транзакцию в этой сети вы просто делаете ее и в течение одной минуты адресат получает свои монеты и при этом не важно как далеко от вас он находится на расстоянии вытянутой руки или на другом континенте в течение одной минуты транзакция дойдет и я уже перечисляю вам преимущество этой сети хотя эта тема другого видео но скажу еще об одном важном эту сеть практически невозможно выключить она работает полностью автономно и всегда она не выключается нет выключателя нет места в которое можно прийти и заставить кого-то или попросить кого-то выключить эту сеть такой возможности просто не существует потому что это не сайт это в прямом смысле этого слова автономная сеть которая работает постоянно и не выключается ну давайте вернемся нашим кошелькам теперь мы уже понимаем что есть кошелек призм есть монеты призм и есть платежная сеть которая называется тоже призм все монеты находятся внутри сети и не могут выйти за ее пределы также невозможно вбросить в эту сеть монеты извне сеть попросту отвергнет эти попытки все сгенерированные монеты в этой сети могут находиться и находятся только на кошельках участников и чтобы стать участником этой сети нам необходимо стать владельцем хотя бы одного кошелька. Вы можете стать владельцем пяти или десяти или даже тысячи кошельков и на следующие или в любые последующие дни делать себе постолько же. Кошельки вдруг внезапно не закончатся. Кошельков хватит на каждого жителя не только нашей страны, но и на каждого жителя всего мира. И в принципе для этого эта сеть и создана, чтобы ей мог пользоваться и пользовался каждый человек на нашей земле. Для того, чтобы стать владельцем кошелька призм, нужно всего лишь придумать пароль к этому кошельку. Давайте будем называть его правильно. Этот пароль называется приватный ключ. Приватный. От слова приват. То есть что-то такое очень личное. Представим, что есть некая панель управления с кнопкой. И если вы введете в эту панель управления ваш пароль, то есть ваш приватный ключ и нажмите на кнопку, то ваш кошелек откроется и вы окажетесь в этом кошельке. Вообще вся эта система это компьютерная программа. И мы будем знать о том, что это компьютерная программа, но будем представлять эту модель как физическую модель, как некий физический объект, который находится от нас далеко. Настолько далеко, что при любом желании мы не сможем приблизиться к нему и взаимодействовать с ним физически. Давайте представим, что он находится где? Да на Луне. Давайте представим, что эта физическая модель находится на Луне. И по окружности Луны расставлены кошельки призм. Поэтому в следующий раз, когда будете смотреть на Луну, представляйте, что эта система находится именно там, вместе с вашим и с остальными кошельками. Ну что же, хорошо, представим, что система находится где-то там на Луне, за облаками. А мы с вами где-то там на Земле. Вот вы, вот я, а вот кто-то еще другой. И у всех у нас есть телефоны. И так как вся эта система от нас очень далеко, и мы не можем с ней взаимодействовать физически, то для того, чтобы законнектиться, или то есть связаться с этой панелью управления, мы используем интернет и наши телефоны. Или планшеты, или ноутбуки, или домашний компьютер. С помощью любого из этих перечисленных устройств можно законнектиться, то есть соединиться с этой панелью управления. Дальше, когда я буду говорить телефон, имейте в виду, что я подразумеваю любое из этих ранее перечисленных устройств. Итак, панель управления имеет свой конкретный интернет-адрес. Выглядит он вот так. wallet.prizm.space С этого момента и до окончания этого видео внизу экрана будет идти бегущая строка с правильным написанием адреса нашей панели управления. Правильность написания очень важна. Важна буквально каждая буква. И мы вернемся к этому чуть позже. А пока берем в руки телефон, открываем браузер и в поисковой строке нашего браузера правильно вводим адрес панели управления. И переходим по адресу. На экране нашего телефона мы видим панель управления. Соединение установлено. Коннект произошел. Проверяем правильность написания адреса и если все написано верно, поздравляю, перед нами панель управления. Это значит, что теперь мы можем взаимодействовать с системой PRISM, а значит и с нашим кошельком с помощью нашего телефона. Это подобно телевизору и пульту управления от него. Не обязательно подходить к телевизору для того, чтобы переключить канал или сделать погромче, когда у тебя в руках есть пульт от этого телевизора. Кнопки на самом телевизоре становятся не нужны. Так и здесь. Панель управления больше не нужна. Теперь она у нас в телефоне. Но она не только у нас. И мы будем об этом помнить. Она общая. Она может быть у любого человека. Она в открытом доступе и ей может пользоваться любой человек. Теперь о важности правильного написания адреса. Оказывается, в интернете есть недобропорядочные пользователи. Они создают копии нашей панели управления. И единственное, чего у них нет возможности скопировать, это адрес. Его скопировать невозможно. Но эти хитрецы придумали делать очень похожие адреса. Например, такой. Не присматриваясь и не заметишь, что в слове PRISM маленькая буква M заменена на маленькие буквы R и N. Но перейдя по такому адресу, вы попадаете в копию панели управления этих хитрецов. И введя в эту копию свой приватный ключ, считайте, что вы подарили его этим хитрецам. А следовательно, подарили доступ к своему кошельку и своим монетам. Поэтому правильность написания адреса очень важна. Для того, чтобы постоянно не вводить адрес, нужно введя его правильно один раз и сохранить прямо у себя в телефоне. Например, в избранном или в закладках. Или в блокноте. Но не в мессенджерах и не в социальных сетях. Теперь мы можем связываться со своим кошельком одним кликом. Нажали на сохраненную ссылку и оказались в панели управления. Поставьте это видео на паузу и перепишите правильное название адреса на листок бумаги. Идем дальше. Сейчас внимание. Если вы в своем телефоне введете ваш приватный ключ, то ваш кошелек откроется. И вы окажетесь в нем. Если я на своем телефоне введу мой приватный ключ, то откроется мой кошелек. Если вы на своем телефоне введете ваш приватный ключ, но ошибетесь хотя бы в одном символе, или не допишите хотя бы один символ, или наоборот допишите лишний, даже пробел, то откроется совсем другой пустой кошелек. И вы окажетесь в нем. И если вы ошибетесь еще раз точно так же намеренно, то откроется этот же самый кошелек. И получается, что ваш ошибочный приватный ключ будет приватным ключом от этого другого кошелька. Если кто-то другой со своего телефона введет ваш приватный ключ, то ваш кошелек откроется, и этот кто-то другой попадет в ваш кошелек и завладеет вашими монетами. Приходит понимание, что приватный ключ это важный элемент в этой системе. На самом деле, приватный ключ это самый важный элемент в этой системе. Это основа основ. И нет ничего важнее для каждого участника, чем его личный приватный ключ. И касаемо приватного ключа, есть три момента. Первый – это создание приватного ключа. Во-первых, мы с вами знаем, что панель управления общая, и каждый человек имеет к ней доступ. Поэтому существует некая вероятность того, что кто-то другой методом подбора может подобрать ваш приватный ключ. И вот для того, чтобы исключить эту вероятность, мы используем большой приватный ключ, то есть длинный, который невозможно подобрать. Приватный ключ состоит из более ста символов. Но пускай вас это не смущает, потому что при создании приватного ключа сама система поможет нам в этом. Во-вторых, создавая приватный ключ, будьте наедине со своим телефоном. Никаких посторонних глаз, даже самых близких. Потому что ваш приватный ключ – это только ваш приватный ключ. Второй момент – это хранение приватного ключа. Знаете, если вы потеряете свой приватный ключ, то вы навсегда потеряете доступ к своему кошельку и, соответственно, к своим монетам. Никто вам его не вернет и не напомнит, и не заменит ни на какой другой, потому что такой возможности не существует, нет никаких техподдержек. Один конкретный приватный ключ – это один конкретный кошелек. Поэтому к хранению приватного ключа нужно подойти очень ответственно. Мы не храним приватный ключ целиком. Мы разделяем его на две части – на длинную и на короткую. Первую длинную часть приватного ключа мы храним в телефоне, в заметках или блокноте, но не в соцсетях, не в мессенджерах, а в заметках, если у вас айфон, и если у вас андроид, то в блокноте. Никому никогда не отправляйте, не фотографируйте и не показывайте эту часть вашего приватного ключа. Сохраните ее в телефоне и поставьте на телефон блокировку экрана. Никому никогда не давайте пользоваться вашим телефоном. Или если это компьютер, то защитите эту часть приватного ключа, сохранив ее в надежном месте. Например, создайте отдельный документ и разместите его в таком месте в компьютере, о котором будете знать только вы. Также обязательно перепишите эту часть приватного ключа на лист бумаги и сохраните этот лист бумаги в надежном месте. На тот случай, что если вдруг с вашим телефоном что-нибудь когда-нибудь случится или с компьютером, например, поломка, или, например, вы потеряете свой телефон, то у вас будет дубликат на бумаге. Также можно дополнительно сохранить на флешке и также сохранить ее в надежном месте. Но обязательно сделайте дубликат на бумаге. Вторую, короткую часть приватного ключа нужно просто запомнить и держать ее в голове в своей памяти. И, конечно же, никому никогда ее не говорить. И третий момент – это ввод приватного ключа. Тут все просто. Во-первых, нам нужно защитить путь от нашего телефона до нашего кошелька. Поэтому, когда мы вводим приватный ключ, мы не пользуемся общественными Wi-Fi-сетями, такими как в аэропортах, вокзалах, кафе, спортзалах. Мы пользуемся своим домашним или мобильным интернетом. Во-вторых, мы не скачиваем никакие файлы на телефон и компьютер от незнакомых нам людей, потому что мы опасаемся попадания на наше устройство вредоносной программе, которая может находиться в этих файлах. Хитрецы маскируют эти программы под разными благовидными предлогами. Например, вам приходит сообщение на почту или в соцсети, или в мессенджер такого содержания. Поздравляем! Вы выиграли 1 миллион рублей! Переходите скорее и забирайте свой подарок! Или «Эй, тут много подарков! Качай скорее эту ссылку!» и так далее. Скачав такую ссылку, программа проникает в ваше устройство и запоминает все то, что вы будете вводить на клавиатуре своего устройства. Далее она отправит результаты создателю этой программы. И если вы вводили ваш приватный ключ, то ваш приватный ключ тоже отправится к создателю этой программы. Поэтому мы не скачиваем и не переходим по подобным ссылкам даже от знакомых нам людей, потому как они попросту могут даже не подозревать о сюрпризе, который может быть в этих ссылках. И этого не нужно бояться, это просто нужно знать, соблюдать элементарную гигиену пользования интернетом и не пренебрегать элементарной техникой безопасности. И вот список дополнительных рекомендуемых правил безопасности от разработчиков криптовалюты призм. Можно поставить видео на паузу, сделать скриншот, чтобы у вас всегда была эта фотография под рукой. Итак, став участником этой системы, можно сказать, что вы прикрепляете за собой право быть владельцем кошелька этой системы. Или наоборот, вы прикрепляетесь к кошельку этой глобальной системы и становитесь ее частью. И каждый день к кошелькам этой системы прикрепляются новые люди со всего мира и тоже становятся ее частью. И становитесь ее частью. Ну что же, на этом наше видео подходит к концу. Надеюсь, что вы узнали для себя кое-что новое о криптовалютах. Мы узнали, что есть кошельки призм и их бесконечно много. Мы узнали, что есть монеты призм, которые могут находиться только внутри сети. Также мы узнали, что есть огромная глобальная платежная сеть, которая работает без посредников. Все это система. И все это и есть криптовалюта призм. И она, в свою очередь, является компьютерной программой, которую практически невозможно выключить. И мы с вами договорились, что мы будем представлять эту компьютерную программу как физическую модель, для того, чтобы лучше понять ее процессы. Она находится от нас очень далеко, и мы не можем с ней физически взаимодействовать. Но мы научились взаимодействовать с ней с помощью интернета и наших телефонов и убедились, что это очень просто и доступно для каждого человека. Теперь пришло время применить полученные знания на практике. Под этим видео, видео, в котором мы научимся конкретно и непосредственно создавать приватный ключ, а следовательно, кошелек. Потому что, по сути, приватный ключ – это и есть кошелек. Но пока что не загружайте себе этим голову всему свое время. В этом следующем видео я буквально возьму вас за руку, и мы вместе с вами пройдем до самого создания приватного ключа. Вы увидите, насколько это просто, и далее, опираясь на полученный опыт, вы сможете создать и создадите самостоятельно свой личный приватный ключ, а следовательно, кошелек, для того, чтобы занять свое место в этой глобальной платежной сети, которая была создана для того, чтобы я мог пользоваться и пользовался каждый человек на нашей земле. Сеть, которая была создана для того, чтобы объединить в себе всех людей. Также вы получите немного монет призм в подарок, для того, чтобы стать полноценным владельцем небольшой части этой удивительной технологии. И вот еще что. Перед просмотром не забудьте взять с собой ручку и листок бумаги. Нам нужно будет записать всего лишь три слова. Но записать их нам нужно будет правильно, Глобал Стар Клаб Возможности безграничны